Всем привет! Сегодня мы вам расскажем и покажем, как заготовить березовый веник. Меня зовут Денис, я занимаюсь производством банных веников в городе Тагучин и поставляю их в частные бани и магазины по Новосибирской области. И сегодня на канале Фарнакс Фильм я расскажу вам, как правильно заготовить березовый веник и как правильно выбрать ту самую березу. Березовый веник улучшает работу иммунной системы, исцеляет болезнь дыхательных путей, а также избавляет от морщин. Начинать сбор веток для березового веника лучше на 49-й день после Пасхи, то есть на Троицу. Тогда лист уже окреп и не будет отсыпаться при парении. Лучшее время – это первая половина дня после росы в сухую погоду. Завершать лучше 2 августа, так как согласно народным поверьям, после этого дня они уже не обладают целебной силой, кроме эквалиптовых и дубовых. Заготовка веников – важный этап подготовки к банным процедурам. Выбирайте молодые березы, которым примерно 2-3 года, их веточки хорошо гнутся. Ветки, которые подходят, называются лапками, они должны лежать в одну сторону. Листь рвать нужно только с выселки, когда трем лист, на пальце должен оставаться белый налет. Обязательно используйте секаторы перчатки, а срезать лучше нижние ветки, так березы быстрее восстанавливаются. Итак, мы заготовили необходимое количество веток. В идеале это, конечно, штук 50, у нас получилось немного поменьше. Теперь мы будем формировать свой веник. Веник не должен быть слишком большой, чтобы при парении не уставала рука. Сейчас мы его, конечно, уменьшим. Средняя длина веток с листьями примерно 50-60 см. Половину веток мы складываем в одну сторону, другую половину в другую. Форма веника бывает веерная и капля. Для березового лучше подходит капля. Толщина сложенных веток около 10 см. Когда формируем веник, ветки нужно подтягивать к основанию ручки. Диаметр ручки равен диаметру руки. Длина ручки примерно 10 см. Сейчас мы будем зачищать ручку и убирать неровности секатора. Кстати, вот он лайфхак. Перед тем, как вязать веник, замочите клуб с нитями в воде на 2-3 часа. Тогда ваш веник будет более крепким в рукояти. И не придется еще раз подвязывать, когда веник высохнет. Это называется двойная вязка. Также можно обмотать полностью. Сейчас мы это и сделаем. Такой веник получился у нас. Конечно, он должен быть немного побольше. Это всего лишь пример. В завершении стоит отметить, что время заготовки веника играет ключевую роль. Рано срезанные ветки не дадут никакой пользы. При этом еще осыпятся при запаривании. А если сделать срез поздно, то ветки будут жесткими и грубыми. И оставят царапины на теле при парении. Всему свое время и перед заготовкой веника это выражение как никогда актуально. Ну что, друзья, на этом у меня все. Помните, что банька не только парит, но и правит. А с вами был Денис Пономарев, специально для канала Форнакс Фильм. Требят Paris М ownership в 92. Продолжение следует... Продолжение следует...